Доброго времени суток любителям ножей и ножевой тематики. Сегодня на обзоре интересный и необычный как для меня ножик. Этот ножик появился на обзоре благодаря моему хорошему другу с ником Нордвест. Он дал его на обзор. Сейчас покажем, что это за ножик. Этот ножик производителя ЦКРТ. Моделька М16-13, там еще куча букв типа DSFG, если не ошибаюсь. На сегодняшний день цена такого клинка в рублях приблизительно 5400. Кратенько характеристики. Общая длина клинка 201 мм, длина именно клинка 89 мм, ширина 21 мм, толщина в обухе в самом толстом месте 3 мм. Вес 113 грамм, сталька заявлена 8 хром 14 муи и твердость по роквелу 58-59. Накладки G10. Сейчас посмотрим приблизительно сколько его вес. Интересно, видно что-то нет. Так, выключим подсветочку. Вот. И сложим клиночек. Тут не все так просто сложить. Ну вот, на весах 113-35. В принципе, все так, как заявил производитель. Клинок очень интересный. Интересный как за счет формы клинка, за счет сериэйтера, за счет, ну, многих-многих вещей, за счет того же предохранителя, который называется... Ой, как-то он называется. Ну, чуть-чуть попозже расскажу, как он называется, как-то гудрёвно. Вот. Хороший клиночек, легкий. С такой, как-то псевдогардой. Ну, псевдо, но очень имеет место быть. Хорошие упоры. Хорошо лежит в руке. Хорошие накладки. Он легкий. Это, в принципе, повседневный ножик с хорошей фиксацией клинка. Клинок никуда не убегает за счет вот такому хитрому предохранителю. Для того, чтобы сложить клинок, нужно отвести предохранитель и уже потом складывать нож. По-другому, ну, клиночек никак не сложится. Длина его получается где-то в районе 89. Ну, где-то так, как бы и написано по паспорту. Общая длина 201. Так и есть. Все так, вес такой. Сталька очень неплохая. Хороший нож. Неплохая клипса. Не тугая, но и нелегкая. То есть, с кармана не будет никуда деваться. Попробуем сейчас порезать паракорд. Вот, просто для интереса. У меня есть кусочек. Просто с таким серрейтором я никогда не пользовался. Просто интересно, как он порежет. Ну, давайте сначала не этим. Сначала мы порежем классическим серрейтором. Посмотрю, какое впечатление, допустим, от перели... Ну, поставить обычный серрейтор. Вот обычный серрейтор на навике 631. Вот, классический. Оп, ну, без проблем. Ушел. И теперь на ЦКРТ. Берем. Без проблем. Даже на ЦКРТ, ну, мне показалось, немножко легче этот паракорд как бы уходит, чем на классическом. Да, интересный серрейтор. Вообще интересный клинок. Как заявляет производитель, имея много граней, им можно как бы по разным углам резать и так далее. Хорошо исполнил. Ну, как и многие клинки производителя ЦКРТ. Вот, сейчас такое макро попробую. Очень интересное такое танто. Красиво все сделано. Ну, очень симпатичный нож. Не тяжелый. Можно как бы носить и на шортах и так далее. Летом. Как лет? Летний ножик. Кто любит танто вообще просто, ну, бомба. Не знаю. И цена как бы, ну, может быть и не сильно кусачая, поскольку это все-таки фирменный нож. Это не Китай. С хорошим предохранителем интересным, на который нож не сложится. Вес хороший. В общем, очень достойный нож. Очень достойный. Да, то, что он складывается, ну, непросто. Может быть, кому-то это не совсем коверфо. Ну, дело привычки. Если его поюзать, допустим, в денек, уже как бы с ним очень удобно и хорошо в пользовании. Нормальный клиночек. Хороший. Ну, не буду рекламировать. Фирма известная. Хороший клин. Добротный. Очень приятный. Легкий. На кармане хорошо сидит. Очень толковый. Всем спасибо, кто смотрел. Если кому понравилось, пальцы вверх. Ну, еще Нордвесту спасибо. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошей жизни. Чистого мирного. Чистого мирного неба. Чистого мирного неба.